Ну что, мужики, укоротил полуосень, две штуки на колею 90, без сваривания. Проточил, просверлил и вварил только снаружи. С этой стороны не вварил, эту сделал только что, также запрессовал 10 миллиметров под конус, ну это почищу пескоструем, потом вварю, вот эта грязь уйдет, так вот будет держаться снаружи. С этой стороны тоже не вварил, так и отправлю. Захочет человек, пускай сам вваривает, если лопнет, то это будет, как говорится, на его совести. На подручке сломалась полуосень моя, скрутил человек, ну не по сварке, а где-то в другом месте. Скрутил и заказал две штуки еще. Но я вот решил попробовать сегодня укоротить вот таким вот способом. Способ для меня не быстрый пока, только учусь. Вот такие вот дела. Ну ничего, скоро поставим на поток производства вот таких полуосей. Как-то так. Субтитры делал DimaTorzok Дальше выставил люнет. Вот сразу. Теперь сейчас его размыкаю, эти не трогаю. Достаю полуось и обрезаю ее вот понад этой меткой. Эту часть и эту обрезаю здесь, до проточенного. Потом этот кусок ставлю на место и просверливаю люнет для того, чтобы его никуда не повело, не крутануло. То есть вот как сейчас стоит он. Чтобы так и стоял. Маслом помазал, все замечательно. Дальше выставил удобрении? Посмотрите, что идет. Продолжение следует... 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 потому что люнет, резцедержка и сам суппорт упирается, резцедержка находится далеко. Поэтому чуть вперед, туда и сюда и все. Смотрите, сюда уже уперлась в гайке, а здесь еще место есть. Обалденная штука, на все случаи жизни. Сейчас там уже сырой пошел металл, поэтому сверло насквозь. Возьмят. Офигенная штука, мужики, я вам скажу. Оказывается, этот люнет. Люнет. Сальник бегает чуть-чуть дальше, видно где. А выставлял я на самый-самый край маслячка. И вот она скользит по вот этому. Отлично. И придумывать ничего не надо. Все, подогнал на целой полоси его, выставил. Здесь просверлился так, как нужно. Полуось, сейчас вот она проточена. Сейчас вот так вставляю ее в патрон и торцую. Снял фаску. Это для сварки. Резцом просто под этим же углом. И сделал центровочное отверстие. Таким вот сверлышком. Для чего? Во-первых, сейчас буду подгонять ее под эту ступицу. Потому что прошелся, но прошелся с большим-большим запасом. Центровочное будет ставиться сейчас вращающийся центр. Шлицы будут ставиться в патрон. Подгоняю. То есть вот она, центр здесь вращается уже. Здесь стоит вот так. Очень удобно подгонять при помощи УЦИ. Да и вообще работать при помощи УЦИ. Я размечал полуоси. Все при помощи него. Вместо штангеля. То есть резец подвел, обнулил, отвел сколько надо. Наметил. Дальше, дальше. Все. Теперь гораздо веселее. Все, друзья. Полуосик готова. Запрессована. Здесь не провариваю. Если человек захочет, это он может сделать сам. Вот и все. Я провариваю только с одной стороны. Но я бы, допустим, себе не проваривал вот здесь. Чтобы ее тоже не нагревать тут. И чтобы она, опять же, по нацироварке не лопнула. Вот как-то так. То, что я заварю, то, что он заварит. Разницы никакой. Главное, что есть размер. Вот и он. Абсолютно ровненько. Что по шлицам. Что здесь. Что здесь. Процесс не быстрый. Делаю это в первый раз в жизни. Самостоятельно. Поэтому у меня заняло это около двух с половиной, может, трех часов. Первая полуось. Потому что не знал, какие резцы. Как мне правильно все это дело сделать. Просверлилась, кстати, первая полуось очень быстро. Вторая. Вот досюда где-то внутри цементации было чуть больше. Дальше ее было меньше. Ее не было, можно сказать. Вот. Ну, цементацию прошел обычным резцом. И дальше сверло уже пошло насквозь на 24. Вот здесь на 21. Как-то так, друзья. Все. Сейчас ее почищу. И это замотаю скотчем, где будет сальник бегать. Чтобы она такая зеркала и осталась. Остальное все чистану. И можно отправлять. Сверлить удобнее, когда вот плоская поверхность. А не когда вот такой конус торчит. Какие хвостовики сверлил? Дюбеля! Друзья! Крепче не придумаешь. Здесь столько хвостовиков сверлил набраться. Кончик отпилил. Острый. И этот отпилил по размеру. Сейчас сварка только на-на-на все. Так что, друзья. Кому понравилось, обязательно оцениваем. Способ не новый, не мной придуманный. Но я попробовал. Попробовал, взял и сделал. И довольно таки получается очень даже и неплохо. Возможно, следующие мои проекты будут все в таком же исполнении полуосей. Вот как-то так. Все, друзья. Всем пока. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова